Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. В ней по килограмму говядины и курицы, по полкило колбасы и копченостей, соленой рыбы, 200-граммовая банка икры и 350-граммовая рыбных консервов. Также Росстат считает, что на приготовление блюд к Новому году требуется пачка сливочного масла и 300 граммов сыра, полкило консервированных овощей, половина буханки ржаного хлеба и 350 граммов белого. Из овощей и фруктов в наборе картофель, помидоры и огурцы, апельсины, яблоки и лимоны. На десерт полкило конфеты торт. Средняя цена такой корзины по стране 6760 рублей подорожала на за год на 4,5%, то есть примерно на размер инфляции. Больше всего поднялись в цене картофель, апельсины, яблоки и огурцы, красная икра, рыбные консервы на 10-25% по разным позициям. За год стали дешевле, правда не так заметно, на 1-2% это колбаса и курица. В абсолютном выражении потратили на продукты к Новому году больше всего жители Чукотского и Ненецкого автономных округов и Камчатского края. От 9 до 9,5 тысяч рублей. Цены по сравнению с прошлым годом в этих регионах изменились незначительно. В Ненецком автономном округе выросли на 5%, на Камчатке на 6,5%, на Чукотке упали на 0,5%. Что касается новогодних подарков, то их стоимость тоже оценил Росстат. Стоимость килограмма шоколада по сравнению с 2019 годом выросла на 3,5%. Литр отечественного коньяка подорожал на 1,5%. Больше всего из выбранных Росстатом подарков подорожали кастрюли на 5%, мягкие игрушки и книги детективно-приключенческого жанра на 3%. Подешевели только смартфоны меньше, чем на 1%. Программа «Эхономика» на 101FM